МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во имя Отца и Сына и Святаго Духа сегодня особый день, день поминовения усопших пасхальным чином в период Святой Пасхи. Не случайно мы в пасхальную радость включаем поминовение о тех, кто умер, потому что для них, как и для нас, Пасха, воскресение Христово стало поворотным моментом в жизни, как она стала поворотным моментом для всего рода человеческого, для течения всей человеческой истории. У нас с вами нету реального опыта общения с умершими, кроме отдельных случаев, которые прописаны в житиях святых и в различных повествованиях, но у абсолютного большинства людей нету реального общения. К нам мертвые не являются. Они могут напоминать нам о себе в сновидениях, в мыслях. Мы иногда очень чувствуем их присутствие, но реально их не видим. Они в ином мире. И, как известно из Евангелия, между этим нашим миром и тем миром есть непреодолимая преграда. Так Господу было угодно, чтобы до времени нашей кончины нам неведомо было то, что нас там ждет. Но когда мы говорим о том, что мы не знаем, это не значит, что те люди, которые перешли границу смерти физической, не знают, что здесь. И это совсем не означает, что эти два мира полностью друг от друга изолированы. Совсем не так. И есть особое место встречи этих двух миров. Единственное место – это Церковь Христова. Это совершение Таинства Святой Евхаристии. Потому что те, кто ушел от нас, те, кто в ином мире, они продолжают оставаться членами Церкви, так же, как и мы. Только мы называем ту, невидимую Церковь, Церковь торжествующую, а нашу земную Церковь мы называем Церковью воинствующей. Вот это понимание воинствующей Церкви не имеет никакого отношения к человеческим войнам. Речь идет о другой войне. Церковь, находящаяся здесь, призвана воевать со злом. Каждый христианин призван одерживать победы над злом в самом себе. А все вместе мы должны воевать со злом, которое нас окружает. И эта борьба со злом, которую ведет Церковь, она небезопасна. И мы знаем, как иногда мир, исполненный злом, обрушивается на Церковь своими иррациональными гонениями. Невозможно понять смысл этих гонений, невозможно их рационально объяснить. Это что-то просто неведомое, непонятное, необъяснимое. С какой злобой нападает мир на Церковь, как он уничтожает храмы, как он убивает праведников. И это происходило на протяжении всей истории. И сегодня это происходит. И мы знаем, что нет другой такой группы людей, как христиане, которые бы сегодня в мире подвергались страшным испытаниям. Многие погибают, храмы разрушаются под разными предлогами. Христианская вера как будто бы вытесняется за пределы жизни общественной, особенно в так называемых просвещенных странах. И Церковь не может быть безразлична ко всему этому, а она отвечает на это. Отвечает молитвой, отвечает мужественным исповеданием веры в своих членах, отвечает борьбой. Вот поэтому Церковь земная и называется Церковью воинствующей. А Церковь на небесах торжествующая. Там никакой борьбы со злом. Вся борьба в этом нашем мире, там Церковь свидетельствует о победе Христа над злом, о ее церковном сопричастии этой победы. Но что самое важное нам понять сегодня, в день поминовения усопших, не существует двух церквей, существует только одна Церковь Господа и Спасителя, который Он стяжал кровью Своею, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь, в рамках человеческой истории, это одна Церковь. И потому сегодня вместе с нами здесь, несомненно, присутствуют и те, кто похоронен здесь, за которых мы молились, и многие другие, за кого мы сегодня молились, в своих личных молитвах, они в той Церкви торжествующей, и они вместе с нами. До времени мы этого не видим, но неизвестно, через какое время каждый из нас, переступив черту жизни и смерти, все это увидит. Увидит великую Божью Церковь, торжествующую победу Христа над грехом и смертью в вечности. И Церковь, воинствующую, остающуюся здесь, на земле, в человеческой истории, чтобы каждый из нас в этой Церкви мог пройти часть своего жизненного пути, пройти спасительно, не дрогнув, не убоявшись, не потеряв веры, но со светлым взором, взирая в будущее и приуготовляя себя к воссоединению с Церковью торжествующей, долженствующей здесь, пройти часть своего пути, борясь с грехом, с ложью, клеветой, неправдой, бесовскими искушениями, утверждая Божий закон в жизни людей. Вот такими глубокими смыслами наполнен сегодняшний день. Почему мы называем его Радоницей? Мы радуемся вместе с Церковью, радующейся, с Церковью торжествующей, хотя пока еще находимся здесь, на земле, и многое, что окружает нас, как бы и не дает повода для радости, но подлинным поводом для радости является та перспектива вечной жизни, которой Господь открыл нам своим победоносным воскресением, вводя каждого из тех, кто верит в Него, как в Бога и Спасителя, в жизнь вечную. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok